Царю Небесный Царю Небесный Итак, сегодняшняя тема о необходимости внешнего поклонения или обрядов и символов христианских. Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. 1 Тимофею, 2.8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Как частная домашняя молитва, так и общественное богослужение христиан сопровождается обрядами и символами. Обрядами называются такие священные действия, посредством которых во время молитвы и богослужения выражается известная истина веры христианской, какое-либо священное событие из жизни Христа и его церкви или известное настроение души молящегося христианина. То же самое означают священные символы, употребляемые христианами во время молитвы и богослужения. Например, обряд троекратного погружения в воду крещаемого обозначает, что он, окрестившись во имя Отца и Сына и Святого Духа, умер для греха и воскрес для обновленной жизни во Христе Иисусе. Послание Колоссяна, 2 глава, 11 по 12 стихе. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совокресли верою, совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Получив в крещении прощение грехов. Деяние 2, 38. Петр же сказал им «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Белые одежды, надеваемые на крещеного, служат символом, то есть знаком чистоты его души, омытой от грехов в крещении и записанной в книге жизни. Книга Откровений, 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». И 7 глава, 9 стих. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред ангелцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих». Совершением самого крестного знамения мы наглядно показываем, что верим во Христа, пострадавшего и распятого на кресте, за грехи всего мира и за нас грешных. «Господь создал человека не только из души, но и из тела, поэтому он должен прославлять Творца своего не только душой, но и телом». «Если бы мы были бесплотные духи, как ангелы, то молились бы Богу только духом». Книга притчи 17.22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». «По лицу можно узнать человека и состояние его души». Книга Серахов 13.31.32. «Сердце человека изменяет лицо его или на хорошее, или на худое. Признак сердца в счастье, лицо веселое, а изобретение притчи соединено с напряженным размышлением». Экклесиаст 8.1. «Кто как мудрый и кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Матфея 12.34. «От избытка сердца говорят уста». «На лицах тяжких преступников, убийц, развратников всегда отражается их преступная душа. Они носят на лице своем печать Каина. И носят до тех пор, пока не раскаются искренне и не примирятся с Богом, с людьми и со своей совестью». Игорь Иезекиил 3.9. Ой, простите, пророк Исаия 3.9. «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло». «Бытие», 4 глава, с 3 по 15 стихи. «И спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». «И сказал Каин Авелю, брату своему, и когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, «Где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал, «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы свои для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». «И сказал Каин Господу, «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». И сказал ему Господь, «Зато всякому, кто убьет Каина, мстится с севера». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Молитва и есть самое живое, самое сильное движение души человека к Богу. Поэтому она непременно должна совершаться с участием тела. 1 Коринфянам 6, глава 15 по 20 стихи. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего вас, святого духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Так, вопросы по этой теме есть, может быть? Так, Виталий Калинников, если с нами, читай возражения сектантов. «Сектант, не нужно никакого внешнего богопоклонения». Иоанн 4, глава 23-24. «Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Так и Спаситель учил». Православный. Здесь Христос даже и не говорит о внешнем богопоклонении. Нужно внимательно рассмотреть всю беседу Христа с Самарянкой. О том, что Богу нужно поклоняться в Духе и Истине, знали ветхозаветные праведники. Прок Исайя 66-2. «И во все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». 57-я глава, 15-й стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святы имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Псалом 24-5. «Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». 85-11-12. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». 33-й Псалом 19-й стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Также 50-й Псалом. Не буду его зачитывать. Время тратить. И третья книга «Царств», 8-я глава, с 23 по 53 стихи. «В то время поклонялись в образах, то есть жертвоприношения были из животных». Евреям, 9-я глава, 9-й, 10-й стихи. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». То есть о скинии речь идет. «И которые с яствами, питьями, различными омовениями, обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. То очищение, то есть бесхотезаветного, было только для тела и не спасало». Второе послание к Коринфянам, 3-я глава, 6-й стихи, 17-й. «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода». Римляна 2-я глава, 28-й, 29-й стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Римлянам, 7-я глава, 6-й стих. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». А теперь истинное спасение жертвою Иисуса Христа. Ветхозаветное поклонение Богу не было в строгом смысле и истинным, ибо люди тогда еще не знали величайшей истины христианства, троичности лиц в Боге». О третьем лице Святом Духе говорится в книге «Деяний», 2-я глава, с 1 по 4 стихи. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были ненадушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Евреям 10.10. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». «Прежние установления, — говорит Иоанн Голтову, — были только прообразы, ныне же все истинно. Истинные поклонники — это те, которые будут совершать служение не образное, тенистое, указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней». Ветхозаветное поклонение Богу было рабским, чуждым, спасающим благодати Святого Духа. Римлянам 5 глава 9 и 10 стихи. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Римлянам 8 глава 15-17 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Алла Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, санаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». В Ангеле Таана 15 глава 14-15 стихи. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от отца моего». «Вопросы?» «Виталий, давай дальше». «Сектант, не нужно никаких обрядов». Иоанн 6 глава 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». «Православный, Христос говорит здесь не об обрядах, а о том, что плотское понимание о вкушении плоти его у слушателей ложное, что он даёт не простую плоть, но под видом хлеба и вина даёт причистое тело и кровь свою». Иоанн Златоуст, том 8, страница 310. «Дальше». «Плотские обряды излишни». 1 Петра, 1 глава 24 стих. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет её опал». «Православный, здесь говорится не об обрядах, а о непрочности, славе и благополучии». Лука, 12 глава, 16 по 20 стихе. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хорош вырожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой и всё добро моё, и скажу душе моей, душа много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Дальше. «Сектанты римлянам, 8 глава, 5-8 стихи. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовной – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Православный. «Не сказано молящиеся по плоти или плотью, а сказано живущие по плоти, то есть по ее прихотям, по ее страстям. Обряды одно, а дела плоти совсем другое». Галатам, 5 глава, 19 по 21 стих. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует». Дальше. «Сектант» 1 Тимофея 4,8. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Православные. «Под телесными упражнениями, разумеется, не обряды, а укрепление тела гимнастическими упражнениями». Дальше. «Сектант» филиппийцам 3,3. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». Православные евреи надеялись, что они спасутся уже только по одному тому, что происходит от Авраама, и имеют на себе обрезание. Дальше. Так, диктант. «Мы должны не телом молиться, а только душою». Эфесиным, 6 глава, 17 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Православные. «Молитва Духом не исключает, а предполагает участие в ней и тело». Лангрия от Луки, 22 глава, 41 стих. «И сам, большой Бог Христос, отошел от них на ввержение камня и, преклонив колени, молился». Внешнее, это участие тела. «Деяние 7,60. «И преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не мени им греха сего». «И сказав сие, почив». 9 глава, 40 стих. «Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал, «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои, увидев Петра, села. Иоанне 20,36. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». 21,5. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились». Филиппийцам 2,9,10. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних». Матфея 26,39. «Отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». 28,9. «Когда же шли они возвестить ученикам его? И сей Иисус встал, встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему». Лука 24,52. «Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». 1 Коринфянам 14,24-25. «Но когда все пророчествуют, ты войдет, кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается и всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет, «Истинно с вами Бог!»» Откровение 4,10. «Тогда 24 старца падают предселящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря» 11 глава,16 стих. «И 24 старца, седящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». «О благословении руками» Марка 10,16. «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Лука 24,50. «И вывел их вон из города до Вифани и, подняв руки свои, благословил их». «О возложении рук» Деяния 8,17-19. «Тогда возложил руки на них, и они приняли Духа Святого». Симон же увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть ию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». 19,6. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, а они стали говорить иными языками и пророчествовать». 6,6. «Их поставили пред апостолом и сии, помолившись, возложили на них руки». 14,23. «Рукоположив же им присвятеров, каждой церкви они помолились, постом и предали их Господу, в Которого уверовали». 1 Тимофея 4,14. «Не не ради пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 5,22. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым». «Воздевать при молитве руки». 1 Тимофею 2,8. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». «Без обряда невозможно совершение святых таинств». Сектанты отвергли благословение руками. Лука 24,50-51. «И вывел их вон из города Девифания и подняв руки свои благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Марка 10,16. «И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Также сектанты отвергли поклоны во время молитвы. Но в Слове Божьем говорится об этом. Читали уже Матфея 26,39. «Отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно доминует меня, чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Далее о внешнем еще что говорится. В светильнике тоже внешне оказалось недуховное совершенно. Но в Писании говорится «Я не в Горнице, где мы собрались, было довольно светильников». Далее «Отфимеоа». Филиппийцам 4,18. «Я получил все избычество, я доволен, получив от Ипофродита посланное вами, как благовонное курение жертву приятную благоугодную Богу». Вкровение 8,3-4 стих. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознеся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Еле его освящение». В слоне Якова 5,14-15 стихи. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». Далее, еще один обряд омовения ног. Иван Глитана, 13 глава, с 4 по 14 стихи. «Встал с вечерей, снял себе верхнего ряда и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, который был припоясом. Подходит к Симону Петру и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, ты не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же умыл и многие надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете лишь, что я сделал вам, вы называете меня учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то. Так если я, Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Зато сектанты выдумали свои обряды, опрокидывание крещаемого назначь в воду при крещении, сложение на животе рук при молитве пред обедом, особый обряд брака, наречение имени младенца, обряд обновления дома, придумали свои праздники, которых новозаветная церковь никогда не знала, праздник жатвы, праздник единства, конфирмация и многие другие. 1 Тимофея 1 глава 6-7 стих «Отчего отступив некоторые уклонились в пустословие, желая быть законноучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». В православной церкви тоже есть много обрядов, о которых в священном писании не говорится ничего. Но нам известно из церковного предания, что они в церкви с апостольских времен. Кроме того, если святая церковь имеет власть затворять двери рая для людей, то тем более она имеет право вводить новые и отменять старые обряды, которые не составляют существа веры. Матфея 18-19 «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Иоанна 20-23 «Кому простите грехи, тому простятся, о ком оставите, о том останутся». Пожалуйста, вопросы по этой теме, если у кого есть вопросы. Вопросов нет? Тогда давайте дальше пойдем. Очередная тема о поклонении ангелам и святым угодникам Божиим. Прямого указания прибегать к их молитвенной помощи и заступничеству в Библии нет, и настаивать на том, чтобы сектанты молились святым праведникам, достигшим совершенства и святым небесным силам, ангелам и архангелам, мы не можем и не должны. Нужно попытаться пробиться к сектантским обольщенным душам, чтобы они не хулили молитвы к святым и к ангелам. Те, кто прибегает к ходатайству святых, более зримо ощущают свое единство с торжествующей частью Церкви Небесной. Мы включаем эту тему в противосектантский материал для ознакомления их с тем, на чем мы обосновываем свое вероучение по этому вопросу. В помощь истинно верующим в деле достижения ими своего спасения милосердный Господь к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору церкви пришельцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и крови крапления, говорящие лучше, нежели Авелева. В чем выражается эта тесная связь членов церкви земной воинствующей с членами церкви небесной торжествующей? Сирахов 44.14 Народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу. Возвещать хвалу небесных жителей, прославлять их за их веру и благочестивую жизнь, как прославлял ветхозаветных праведников апостол Павел. Время 11 глава. Ублажать святых угодников Божиих. Слания Акова 5.10 Пример благострадания и долготерпения возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Игорь ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Церковь строго отличает прославление, которое приличествует только одному Богу, от прославления святых ангелов и святых угодников. Богу церковь воздает богопочитание, святых же угодников не почитается богов, а за старших братьев между членами церкви, обладающих сравнительно с живущими высшим религиозно-нравственным совершенством, почитают их как существа, находящиеся в особой близости Богу. книга Откровений 3.21 «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его». 4 глава, 4 стих «И вокруг престола двадцать четыре престола, и на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белой одежде, и имели на головах своих золотые венцы». 7 глава 14 по 15 стих «Я сказал ему «Ты знаешь, господин, и он сказал мне это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». 8 глава 3-4 стихи «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». 20 глава 4 стих «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленные за свидетельство Иисуса, и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, а не ожили и царствовали со Христом тысячу лет за друзей и слуг Божьих и прославляет их, как носителей Божьей славы. Господь Бог, Бог-ревнитель, славы своей не дает истуканам ложным богам, которых в действительности нет». книга Проковисая 42.8 «Я Господь это мое имя и не дам вам славы моей иному и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам, но своим угодникам дает славу». Иван Глитана 15.14 «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». 17.22 «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Притча 10.7 «Память праведника требует благословенно, а имя нечестивых омерзеет». Известный миссионер в Сасской России Лазарь Кунцевич дает определение, что такое секта. Секта это нечто грозное, зловещее и неуловимое. В своем основании уже преобразования они соединяются с Дофаном, Авероном и Кореем. Число 16 глава. «Бешеная, чисто сатанинская активность в погублении душ. До одурения, куция, вероучения их основана на сновидениях, откровениях и лжи. Неуловимость их заключается в том, что они обрубили все, что дает самобытность, красоту, веры. На их жезлах нет ни единой веточки, ни единой почки. Их вероучение просто, как старая оглобля. Они выхватывают отдельный стих и повторяют его десятки тысяч раз, как припевы современных песен. Откровение 16.13 И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жавам. Их умопомрачительная настырность в произношении отдельных слов «Я спасен, я спасен, я спасен» напоминает кваканье этих тварей, топи и грязи. Если ты приготовился с ними на собеседование, досконально изучив их учения, то это тебе нисколько не поможет приличная встреча. В течение одной недели они могут трижды переменить свои постулаты толкования вест Писания. Отрицая поклонение ангелам, они всю Библию сводят только к одному стиху. Вкровение 19.10 Отец Дмитрий Дудко дает такое определение секта узость взгляда на истину. Узость заключается в умышленном отсечении всего написанного в Библии, что не сходится с их вероучением и толкованием. Они рассуждают так. Вот ангел запретил поклоняться ему, значит нельзя. Они не смотрят на то, что во всей Библии ангелы принимали поклонение от людей. Это не вписывается в их концепцию, значит под нож. Если же брать в совокупности все места Библии, то получается, что у Бога то да, то нет. И применить эти противоречивые в кавычках тексты, они не могут по своему сектантскому скудоумию. Чтобы разум был развит, нужно смириться и просить у Бога мудрости. Но у мудрости свыше есть одно таинственно выборочное качество, по которому она награждает знанием своих приверженностов. Это качество беспристрастия. То есть ты должен забыть, как ты был научен, к чему привык. Но с того момента, как мудрость вдохнула на тебя и повеяла своим крылом, перерождение твое началось полное. И ты все пишешь с нового чистого листа. А иначе мудрость тебя отвергнет, и ты как и ты так и останешься засохшим, скуда умным. Иакова 3, 13. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не умите на истину. Это не есть мудрость нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. И где зависть и сварливость там не устройство и все худое. Но мудрость халящая свыше во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Притча 9 с 4 по 9 стихи. Кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному сказала она, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе без славя, и обличающий нечестиво пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знания. Притча 11-12. Скуда умный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Иисус новин поклонился ангелу. Читаем в этой книге 5-я глава с 13-го по 15-й стихи. Иисус, находясь близ Иерикона, взглянул и видит и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства господня теперь пришел сюда. Иисус пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему, что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь свято. Иисус так и сделал. Маной жена судьи 13-20, когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел господень поднялся в пламени жертвенника, видя это, маной, жена его пали лицем на землю. Тавит и Товия, Тавита 12-16, «Я, Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Тогда оба смутились и пали лицем на землю, потому что были в страхе. Даниил пал на лицо своем пред ангелом. Книга пророка Даниила, 10-й, глава, с 5-го по 9-й стихи. «И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не убежали, чтобы скрыться, и остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости, и услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его в оцепенении, пал я на лице мое и лежал лицем к земле». «Трохвалаам», число 12-31, «Открыл Господь глаза в олааму, увидел он ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое». И ни разу ангелы не запретили поклоняться им. Почему? Ответ только один, что в откровении Иоанн Богослов был в духе, и перед ним развертывалась картина будущей судьбы мира. Ангелы в целой череде видений непрерывно сменяли один другого. И в одних откровениях, показанных тайно зрителю, сам Господь Иисус Христос неоднократно являлся в виде ангела». Книга Откровений, 20 глав, 1-2 стих. «И увидел я ангела схорящего с неба, который имел ключи от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет». Это Христос, который связывает сатану. Евреям 2-14. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял уны, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Матфея 12-29. Итак, простите, «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его». Малахия 3-1. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», говорит Господь Саваоф. В данном стихе пророк Малахия именем ангел называет Иоанна Крестителя Иисуса Христа. Поэтому мы можем предположить, что ангелам по определенным признакам нашего поведения дается познать наше намерение чувства. Если он данное поклонение не приемлет, а направляет прямо к Богу, к Богу поклонить. Значит, Иоанн Богослов принял данного ангела за Христа и воздал ему божеское поклонение. А вот этого ангел и не может принять. Вот при такой интерпретации православного мировоззрения у нас нет никаких противоречий в Библии. Мы в кавычках примирили все тексты между собой. Если бы мы сейчас получили согласие от сектантов беседовать на эту тему, то что бы они ответили? Руководители, как правило, их главари и ни под каким видом не допускают до бесед своих последователей с православными, знающими священное писание. Я каждый раз жалел об одном, что нет кинокамеры заснять подобные беседы. Когда сектанты разговаривают на улице с теми, к кому они пристают или с теми, кто зашел в их собрание, то нужно видеть лица сектантских руководителей. Они буквально переполнены снобиизмом, превосходством над православными. Каждого одаривают резиновыми безразмерными улыбками. Но стоит им только почувствовать, что почва у них уходит из-под ног, то они делаются страшно нахальными и агрессивными, начинают тебя выгонять, выталкивать физически, по виду становясь совершенно помешанными и бесноватыми. Когда я беседовал с молодежью на Маловузовской 3 в Москве и у баптистов в ВСХ и Б, то они поступают точно так же, как православные и старообрядческие священники и наставники. И когда мы желающими поступать останавливались на другой стороне улицы, то они подбегали и туда, перелезая через границы своей канонической территории. А современных новейших сектантов без содрогания невозможно и вспомнить. Евреям 4.12 Ибо слово Божие живое и действенное и острее всякого меча обоюда островом и проникает до разделения души и духа составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Точно так же ведутся рассуждения и о поклонении святым. Сектанты берут только одно место писания и на нем обосновывают отрицание молитвы святым и поклонение им. За основу взят момент когда Корнилий поклонился Петру. Деяние 10.26 Петр же поднял его говоря встань я тоже человек. Вот видите Петр не принял поклонение а вы кланяетесь всем святым и друг друга этого делать нельзя. Когда им указываешь на то что во всей Библии описывается то что поклонение человеком друг другу не осуждалось ни Бога неправедниками то они эти места просто игнорируют и считают их как занесуществующие. Любая секта основывается на каком-то отдельно взятом месте Библии с оголтелым отрицанием всего что не соответствует их пониманию этого места. Вот следующие места опровергающие сектантское понимание по данному вопросу. Первое Сыны пророческие поклонились Елисею до земли 4 царств 2.15 Увидели его сыны пророков которые в Иерихоне издали и сказали А почил дух Ильина Елисей и пошли навстречу ему и поклонились ему до земли Елисею поклонилась в ноги вдова Санамитянка 4 царств 4.37 и подошла и упала ему в ноги и поклонилась до земли и взяла сына своего и пошла Царь Саул поклонился душе Самуила 1 царь 28.14 Какой он видом спросил у нее Саул Она сказала выходит из земли муж престарел и одетый в длинную одежду Тогда узнал Саул что это Самуил и пал лицем на землю и поклонился 4.4 Страж темничный припал к Павлу и Силе Диане 16.29 Он потребовал огня бежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе Корнилий сотник до пришествия Петра был язычником Язычники же склонны были видеть во святых апостолов не только слуг Божиих но и самих богов Диане 14.11 Народжи увидев что сделал Павел возвысил свой голос говоря по ликоонски Боги в образе человеческом сошли к нам Диане 28.6 Они ожидали было что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым но ожидая долго и видя что не случилось с ним никакой беды переменили мысли и говорили что он Бог Час прошел пожалуйста вопросы задавайте Игнарию Тихоновичу вопрос но как бы я хотел чтобы вы какое-то слово сказали насчет этих слов голос крови брата твоего побед ко мне от земли вот что-то скажите потому что мне кажется тут какой-то глубокий смысл Игнарий Тихонович Валсу Я не вижу кто говорит это и что именно повторить надо где фотография его мы уже договорились а разговаривать не будем пока не будет фотографии Арам Григориан зачем это разговаривать ну поставьте фотографию посмотрите сколько людей все придерживаются этого правила зачем это что попало ставить это неуважение даже к людям что-то прячется или что просто видео включить вот все хорошо давайте вопрос повторите хорошо это как бы не вопрос просто скажите что-то более насчет этих слов голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли потому что эти слова мне кажутся такими глубокими все что-то до конца не пойму понял только брата моего о чем речь тогда что-то как-то невнятно тут слышится кто там Сергей переведи что он говорит объясните более глубокий смысл таких слов голос крови брата моего вопьет ко мне когда Кай Навеля убил да что значит тут голос крови вопьет образное выражение требование справедливости это означает вопьет он погиб и вот когда сегодня начинают судить убийцу и вот разные адвокаты и прочее адвоката сразу надо садить на скамью подсудимых нельзя человека просто судить не учитывая мнение убитого надо просто представить что тот убитый стоит здесь а за него ходатай кто тот который теперь за деньги его оправдывают убийцу здесь одно смерть за смерть или или тогда прощает если закон Моисеев уже не работает значит отправлять к мусульманам а они там уже наведут трешку ему вот у нас сегодня сестра шла молиться к нам и на нее напал один там какой-то разбойник и он отобрал сумочку ее ударил избил там или что и вот через сразу его приехали с собакой прям по следу сразу поймали они приехали мы молились из церкви они приехали милиция тут и все это составили я ходил с ними смотрел как она была в снегу там где все это осталось они все сфотографировали ему он только что оказывается вернулся 10 лет отбыл 10 лет это за убийство за какое-то был и теперь лет 5 опять ему накрутят нельзя так распускать где-то почему в Китае этого не делается в Китае нет этого нету в Катистане и все у них закон определенный четкий ясный закон коррупционер обманывает берет взятки смертная казнь я не настаиваю я просто спрашиваю почему какой мораторий вели при Ельцине он убил 53 человека и теперь государство его кормит а что делать я не царь или прощайте его или казните а что его кормить вот человек допустим гомосексуалист они идут в гей-парады разные там во времена Эстиняна Великого он канонизированный святой этих людей клеймили накаляли железо написано садомит и прислоняли ему к колбу и прожигали до кости а ты после этого его в каменоломни в шахты его вот света божьего никогда больше не видел туда пищу подавали и они работали а сегодня ты смотришь архиереи там Андрей Кураев ты что там раскрыл какое лобби и поэтому земля должна сгореть все эти садомицы садом и гомор сгорели бог остался один и тот же поэтому другого ждать не приходится бог спалит все это ты слово скажи когда-нибудь что это безумие в такую школу ребенка не отдам учи дома его если по другому нельзя какая-то расслабленность в народе вот я видел разговаривает с мальчиком ну ему лет 16 наверное так крупно выглядит он говорит где у тебя отец отца нету он шахидом был он умер за Аллаха у него в раю теперь а мать как ну мать одна нас воспитывает там трое ребятишек но вот если твоя мать будет приводить мужчину домой как приводить ну как обычно как приводить мне нравится мужчина но она должна замуж выйти ее должны там по-своему там мула повенчать нет она просто так на она принимает одно другого он сразу зарежу родная мать зарежу он говорит а если твоя сестра не вышла замуж а будет вот так ну как у русских тут на вторую букву алфавит-то называется зарежу не надо ничего искать судьи он судья уже в доме вырос мы даже ни в какое сравнение с мусульманами не идем близко даже даже не с чем сравнивать вот допустим у человека три рубля а у другого ни одного во сколько раз больше если был бы там рубль а у этого три тогда в три раза а если у того нуль нету ничего а у этого три это в бесконечность больше так и здесь они бесконечно более нравственные лживые христиане у христиан как даже на женщину смотреть нельзя с ворожделением а что делается будет когда-то расчет за все это почему я златоуз говорит самое лучшее доказательство что будет суд божий то что нет справедливости она должна быть бог справедливый и поэтому земля вопиет кровь вопиет а теперь сколько крови пролито 50 миллионов ушло а сегодня говорят 63 миллиона во вторую мировую войну ну кто-то это развязывал кто-то воевал кто-то гнал людей сколько в Чечне первую чеченскую вторую погибло а при чем тут чеченцы то бог все это разберет и будет справедливость и будет суд божий а если суда божия нет а где справедливость ее больше нигде нету нечестивец ходит хвалится я его там убил я насиловал вот так и надо рассуждать у меня вопрос сейчас ко всем попутно вот я кого вижу кого знаю к ним обращаюсь которые знаю где-то тут был Никита я не вижу Никиты Колесникова он вроде был вот я вижу Евгения Сергея Евтушенко мне нужна помощь вы сейчас когда кончится помогите мне а в чем заключается сегодня из Америки когда меня вышел кого мы искали искали мы его нашли Стив Митчелл он может даже приехать сюда когда он говорит пишет по-английски чтобы я сразу такой переводчик есть я нашел но как-то не очень ясно чтобы перевод был или когда он говорит по-английски а у него записалось он это мне перешлет я тогда его на русский язык перевожу и ему тогда говорю и на голос с аудио и на писанину чтобы перевод был это один вопрос попробуйте второе я нашел библию на английском языке но она не дает снимать копию как на русском языке но русская библия легко я в любое место снимаю копию сразу а тут надо перепечатывать это мне не годится найдите мне пожалуйста я вас знаю вы братья можете сделать такой перевод библии ну конечно никакой попало от Джеймса перевод Якова на английском языке чтобы можно было с него копировать чтобы я выделил Ctrl-S и сразу скопировать можете это сделать сразу мне нужно сразу потому что этот Митчелт уже сегодня написал письмо мне Стив Стив это Степан мне необходимо отвечать я не слышу Сергеев Тушенко я очень на вас надеюсь вы здесь или нету никого не слышу Сергей работаете системы почему никто не слышу вы независимо друг от друга дайте мне разные может быть варианты Виталий Калиников кого я знаю я не знаю кто там разбирается я просто знаю кто всегда мне помогает вот как Сергей Птушенко у него большие познания кто даже меньше знает помогите мне мне сразу нужно сегодня ночью увидеть вот я гляжу Вячеслав тут есть Анатолий ну я не знаю кто может сделать это он мне печатает на аудио может по-русски у меня была где-то программа я сейчас не найду я говорю а буквы сразу пишутся даже я ее редактировал и сразу могу на английский язык перевести вот это я нашел где там перевозчик называется там на 35 языков она переводит на китайский на казахский на японский там на разное мне нужен мне нужен только английский самый распространенный язык я гляжу от кого называют их нет Сергея Тептушенко тут нет никита не знаю онлайн переводчик хорошо работает на микрофоне работает слышите Игнать Тихонич ну еще что я прошу помощи Никита Колесников в чате написал есть такая программа онлайн переводчик она очень хорошо работает мне программу скиньте скиньте программу как ее как-то скачать надо или что и просто сказать я нашел перевод английский оттуда не копируется и все я опять руки опустил мне необходимо просто скину чтобы программа у меня была так давайте вопросы какие вот из чата возьмете программу Игнатий Тихонович а что у них выхода нету чтобы говорить в аудио или в видео микрофона Никита нету задавайте вопрос быстрее Игнатий Тихонович слышно меня слышно быстрее что значит говорить по ликоонски что значит говорить по ликоонски я совсем понял что ну это страна это язык такой может быть сейчас его и нету но я тебе я вам скажу допустим хеты переводить на хетский язык все сохранилось от них они исчезли нация исчезла филистимляне по-филистимски ликоонски это город ликоонск Игнатий формате много везде короля Якова я допустим открываю послание любое на библию всю выставила у меня но скопировать я не могу ничего она выделяет а копировать не дает только отпустил курсор то и сразу она исчезает опечатать ясно делаю что мне никогда не ответить это ко мне пишет верующий человек он может даже приехать к нам и сегодня начать такое звуковое переводить хотя бы сначала в ворде библию чтобы копировать можно и вот это переводить переводчик он переводит и не точно руками можно подправить мне нужно прямо чтобы переслать допустим здесь чтобы я мог ткнуть и сразу открылась эта программа она есть я работал по ней когда-то то есть Игнатию Тихоновичу нужно два как бы предмета один текстовый файл с которого можно было бы копировать священное писание то есть библию библия вся библия но она конечно без не канонических это протестанты а другое чтобы вот то что я говорю оно записывалось и потом такая есть программа она у меня была я говорю буквы сразу бегут русские ну надо подправлять когда говоришь Игорь она не может сказать и горе вот я понимаю что не о горе речь это об Игоре остальное можно догадаться быстро подправить можно и теперь это подправить сразу же там толкнешь куда-то и она вся идет по-английски по-английски я когда-то разговаривал английский изучал но это было 56 лет назад там ничего уж не осталось я с немцами беседовал у них проповедовал а теперь ничего нет я вообще занимался одной Библией мне никогда не потребуются эти переводы но вдруг потребовалось что-то молчок еще нет это Роман Фролик на Тихонович вот в этом поисковике в котором вы пользуетесь у вас он установлен на компьютере Тим кто там Тим Тимофей его сделал да да там же есть там же есть перевод короля Якова должен в этом же в этой же нет у меня нету там нету там только каноны церковные не было никогда там может что-то новое я не знаю это Тимофей Ха Ха вьетнамец в МГУ учился я ему посылал благодарность за то что надо значит Володю попросить чтобы помог вы зайдите опять скачайте другую версию там должна быть просто обновить эту программу не знаю ну как легко нет это не легко если не знаешь ну да нету нету не надо я думаю если текст небольшой я смогу помочь с переводом просто ладно я обратился кто может помогите кто-то 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 что может с переводом помочь я не увидел кто я сказал если русский текст будет я могу на английском просто написать надо точный перевод я человеческий перевод сделаю просто английская библия она у меня открылась но копировать не дает вот вопрос какой она у меня уже на экране стоит почему не копируется не могу сказать тут другой вариант найти чтобы можно было копировать и я раньше копировал был такой не надо не надо ну что никого нет у меня вопрос к сергею пупкова сергей как слышно почему перед самым началом занятий удаляешь меня еще то я не мог присоединиться долго я не только тебя удаляю человек 10 которые больше 24 если набирается это 24 каждый раз скидываю потом добавляю я всех предупреждал если вы хотите участвовать на занятиях всегда каждый раз пишите я готов если человек не написал что он готов то я его могу не добавить забыть про него я думаю что его нету компьютера откуда я знаю есть у компьютера нет а не удалять я не могу иначе я двадцать четырем человеком сразу позвонить не могу а нас иногда больше двадцать четырех собирается здесь поэтому мне я сначала звоню двадцать четырем сразу потом добавляю по одному те кто готов пишут понял пусть что всегда за пять минут до текста пишите я готов я тогда вас точно добавлю хорошо либо звоните в течение как бы видите время 6 часов пишите мне либо звонить я скину и опять вас подключу да я звонил со второго раза только меня пришли неполадки в интернете бывает такое со второго и третьего понял игнатий тихонович вы когда-то просили бога убрать от вас все языки все эти знания теперь попросите чтобы вернул язык английский хотя бы я не об этом просил рахиль я никогда об языке что у язык удалить из меня я не просил я просил о другом которые мирские знания были они мне не нужны были совсем а языки настолько поскольку я испанским занимался там французским греческим латышским я понял мне не надо переводчики есть я занялся одной библии святыми отцами а это 300 томов а времени нету некоторые слышали один раз и говорит мне раньше никого не приглашали нельзя приглашать а теперь даже приглашаете он не понимает потеряевка ибо община в барнауле это одно разное совершенно в барнаульскую общину никогда не приглашали мы а потеряевку сразу объявили ищем истинных соратников но человек не понимает это он начинает судить говорить почему лентяй ты посмотри открой наш сайт и увидишь там стоит все время обращение бывает беженцы какие-то не не знают где голову преклонить у нас стоит с первого дня в 10 лет открыто у нас сайт и 10 лет это объявление а в общину потеряевку человек приезжает он может и в общину все речь идет только крестовозвиженской общины города барнаула сюда мы никого не приглашаем а человек просится тогда разрешаем вот такое дело еще из вопросов нет я отойду от вас буду ждать сейчас от вас скорее игнатик все есть я вам ссылку бросил дмитрий там я найду ссылку дал на программу переходите по ссылку скачиваете установочные вот этот файл запускаете его и пошагово устанавливаете все и там будет король яков посмотрим у меня володя тут будем говорить смотреть мне надо установить я пошел тут знатоку позвонил он это так просто я пошел где просто она копируется только на телефон фейсбуке а у меня то это нету этого у меня стационарная мне здесь надо на стол рабочий у меня процессор стоит монитор большой средний так так если ничего нет я отхожу тогда ака давайте помолимся все вместе ну давайте достойно есть я кого истину бложить и тяну в лицу пресно вложенную и пренепорочную и и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим без истления бога слово росшую сущую благородицу тебя величаем молитесь на тихо всемогущий создатель господь и бог наш мы предстали перед твоим величием и просим во имя господа нашего иисуса христа помоги нам господи в совершенстве овладеть теми знаниями которые ты дал для людей желающих спастись и чтобы не было между нами разногласий чтобы мы понимали также священное писание как понимали вас святые отцы и доведи нас всех до желаемой пристани и веди в нее до царствие божие тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь